Это вершина горы Кушкая. С неё открывается потрясающий вид на бухту Ласпи. Правда, с каждым годом уникальное урочище всё больше редеет. Вместо можжевельников здесь теперь растут многоэтажные дома. Инвестиционный климат позволяет. В этих местах проходит маршрут Большой Севастопольской тропы. Это популярный бренд пешеходного туризма. Проходят через эти поляны и уходят в Казандире в сторону Инжира. Но поднявшись со стороны Ласпи на Кушкая, пешие туристы упираются в бесконечный забор. Вдоль него нужно идти достаточно долго, пока вдруг не встретится узенькая калитка. Через неё можно продолжить путешествие по Большой Севастопольской тропе, но уже в другом настроении. Ну, конечно, как в концлагере, извините меня. Тут мне резервация. Так и чувствуется, что сейчас выскочит отсюда какой-нибудь охотник и прессерель от тебя, не дай бог. Туристы в рассеренности бредут вдоль забора. У многих после этого пропадает желание гулять в режимном месте. Я здесь был. Правда, давненько, лет пять назад его не было. Мне очень хорошо гулялось без него. Как вы думаете, для чего он создан, кем и какую функцию он выполняет? Не знаю. Могу только предполагать. Какая-нибудь дача красивая, может быть, угодья. Не знаю. Ну, мы вообще планировали так дальше идти, но, в общем-то, там перекрыто было, поэтому... Не получилось пройти, да. Ну, вообще непонятно, зачем стоит. Ну, написано, конечно, что там какое-то охотничье хозяйство. Вот. Непонятно. Надпись «Орлиновское охотничье хозяйство» вводит людей в заблуждение. Создается впечатление, что это государственная структура, и забор здесь действительно необходим. Однако, на самом деле, это общество с ограниченной ответственностью, которое ловко мимикрирует. Создается сильное впечатление, что для обеспечения благостного отдыха элиты некой, чтобы простые люди сюда зайти, если могли, то им это было некомфортно и неинтересно. Государственный природный ландшафтный закатник «Мысая» имеет особый режим использования. Здесь запрещено строительство, рубка деревьев, даже сбор ягод и грибов, не говоря уже об охоте. Эта особо охраняемая природная территория создана еще в 70-х годах. И я нахожусь на этой территории, и вы находитесь на этой территории, но между нами расположен вот этот вот забор, и мы можем увидеть, как, собственно, этот забор фортит тот самый ландшафт. Управление земельного контроля правительства Севастополя в феврале 2017 года провело проверку использования земельных отношений. В акте указано, фактическое месторасположение вольера не соответствует месторасположению определенному научным обоснованиям и проектам создания временного вольера для копытных. Этот проект, кстати, разработал Мелитопольский институт экологии и социальных технологий еще в 2013 году. Заказчиком выступило то самое общество с ограниченной ответственностью «Орлиновское охотничье хозяйство». Его руководитель Валерий Борисов бросил трубку, как только услышал, что звонят журналисты. Здравствуйте, это Валерий Евгеньевич. Да. Это беспокоит вас Антон Пархоменко, меня зовут. Я выналист независимо от телевидения Севастополя. Слушайте, а вы являетесь руководителем Орлиновского охотничьего хозяйства? Нет, я не даю вам презентации. Здесь происходит, собственно говоря, самовольное занятие лесов на 4 миллиона 500 тысяч квадратных метров особо охраняемой природной территории. Этот забор зашел сюда и расположился без каких-либо законных на то оснований. Нарушение режима использования заказника подтверждено выводами Управления земельного контроля и Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Но забор все еще на месте. Подробнее о том, как и почему стала возможной охота в ландшафтном заказнике, смотрите в специальном репортаже в воскресенье 23 июля. Антон Пархоменко, Виталий Козловский, Севинформбюро.